В Америке этой ночью не стала сенатора Джона Маккейна. Воспоминаниями о нем с самого утра переполнены. Соцсети украинцев Маккейна благодарят и за приезд в Киево, времена Майдана и за поддержку страны. О легенде американской политики из Вашингтона Дмитрия Нопченко. Наверное, это самое страшное, что только можно пережить. Знать, что тебе остались даже не месяцы, а считанные дни или даже часы, чувствовать боль, которую уже почти не заглушают наркотики, видеть слезы родных. Последние недели своей жизни Джон Маккейн провел на ранчо в Аризоне, в окружении друзей и семьи, и, по их словам, переживал неизлечимую болезнь столь же достойно, как когда-то держался под постоянными пытками во Вьетнаме. В заключении в ханойской тюрьме, длившемся долгих пять с половиной лет. Под конец жизни он стал одним из самых уважаемых и влиятельных политиков Америки. Пройдя этот путь против течения, яростно спорил и с Рейганом, и с Бушем-младшим, когда считал нужным, голосовал вопреки решениям своей партии, не поддержал Трампа на выборах и отмену медицинской реформы Обамы в Сенате, он умел гнуть свою линию. И это не было своеволием или упрямством, просто человека, которого не сломили тюрьма и издевательство врагов, большая политика уж точно не сломит. В интервью, которое я брал у Джона Маккейна несколько лет назад, из его уст часто звучало слово «Украина». И когда сейчас станут говорить и писать, мол, для него поддержка нашей страны была лишь средством, лишь способом давления на Россию, то это неправда, это не так. Если у кого-то в американском политикуме и были твердые принципы, то это у него. Может быть, именно поэтому Маккейн так и не стал президентом? Будучи соперником Обамы на выборах, Маккейн был, как всегда, жестким, но при этом проявил к конкуренту то уважение, с которым относился к людям. Не удивительно, что после прихода в Белый дом первый темнокожий президент часто просил его советов, они сблизились. Думая о том, какой будет церемония прощания, Маккейн попросил, чтобы речь сказали как раз Барак Обама и Джордж Буш, а вот Трампа на панихиде сенатор видеть не захотел. И семья выполняет его волю, отказав действующему главе государства в присутствии на похоронах. Сейчас часто говорят, что минувшие выборы разделили, раскололи Америку на два непримиримых лагеря. Джон Маккейн был как раз из тех, кто страну сшивал. Он всегда был готов к переговорам с оппонентами, всегда протягивал им руку, если нужно было для общего дела. Его уважали, даже категорически не соглашаясь. За полвека в политике Маккейн сумел остаться самим собой, тем самым боевым офицером. Не шел на компромиссы, совершал ошибки, но умел их признавать. Жизнь трудна, прощаться с ней еще труднее. Джон Маккейн сделал это с невероятным достоинством, заставившим даже его непримиримых противников искренне пожалеть сегодня о его уходе. Из Вашингтона Дмитрий Ановченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.